Газета номер 3 За 2011 год Вы видите обложку В апреле Луна рекомендует Содержание номера И я как всегда Чтобы уложиться в 10 минут Представления газеты Буду останавливаться На самых таких интересных Моментах Вот Спазматический колит И женщина рассказывает Как она вылечилась От этого заболевания С помощью Асан-йоги Вот Асан и змея И дано описание Познавательно Практически Здесь мне прислали Статью О Психоголубетерапии Лечения голубями Или приобщения к чуду Интересная такая статья Человек Фанат своего дела Очень увлекается Занимается И Вот он описал Значит Это Харчук Юрий Иванович Контактный телефончик Его отдам Все как положено Кто хочет этим делом Заниматься Может с ним Проконсультироваться И Полечиться С помощью голубей Ну по крайней мере Я знаю одного человека В Москве Я помню Когда была у нас Пригнаща Малаха Плюс Обеспеченный человек У него погибает Вся семья И Вот он Находится в депрессии Ничего не интересует На грани самоубийства Но У него были голуби И если он налаживает на себя руки Как он говорит А кто же за ними будет ухаживать И в итоге Голуби ему сохранили жизнь Потом все это переосмыслилось Это важно понимать Что все сначала Вот вроде как Рушится Во время таких вот Потрясений А потом человек Находит новые точки опоры Якоря я это называю Ну была семья А потом хоп Вот авария Как Крушение В Египте Нету Остался один человек А вся семья полетела на море И никто не прилетел Как жить? Что делать? Все было связано с ними Вот Вот этот вот период Это духовный период Духовного Понимаете Пересмысления А как же жить? А на что найти новые приоритеты? Все это должно вот Устаканиться Появиться И человек опять Начинает жить Как Ничего не бывало Не бывало От высокого давления Опыт разнения Для читателей Коктейль Иньян Интересно Интересно Ну столько Столько Много различных рецептов Вы знаете Я смотрю свои книги Смотрю свою газету И поражаюсь Насколько Они информативны Коктейль Молодость Что туда добавляется Как это действует Я иногда знаете Подробно Разбираю этот рецепт Действительно А как он там действует Омолаживающий И Получаются Очень-очень Интересные вещи С позиции Древних знаний Разобрать Вот такие вот Рецепты Очень интересно Что такое Духовное целительство? Вот как раз Я рассказываю Виды духовного Целительства А какие действительно Бывают виды Духовного целительства? Я сам Задал себе Вот такой вот вопрос И начал на него отвечать Ответы имеются Естественно В литературных источниках При желании Их можно найти И использовать Ну вот я для себя Ответил Завет Завет Это ты Договариваешься С Богом Или с космической Какой-то Творческой силой Что так и так Ты будешь Действовать В ее согласии Заповеди Заповеди Это уже другое Как должен быть Как должен жить Человек Чтобы быть Угодным Богу Они составляют Основу Духовной жизни Человека Соблюдающий Их находятся Под защитой Бога А не соблюдающий Карается Болезненными И превратностями Жизни Можно сказать Что смысл жизни Человека Научиться Жить по заповедям И божья кара В данном случае Выступает В роли Учителя А не палача Это важно Понимать Обет 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 Это обещание Человека Богу Святому Или духовному Или другому Духовному существу Что В обмен На исцеление Организма Он изменит Свою жизнь Куда-то там Сходит Поклонится Поменет Вот По крайней мере Обет Это Обещание Измениться Молитва Молитва Обращается С просьбой К Богу Святому Ангелу И иному Духовному Существу А чтобы Вот Молитва Была услышана Нужна Искренность Желание Помочь Себе Или другому И желание Опять-таки Измениться А не просто Дай 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 А я В ответе Ничего Не Не изменюсь Ни это Покаяние Покаяние Человек Вот Сделал Что-то там Такое По молодости По незнанию Еще Почему-то А потом Став Более Зрелым Он уже Понимает Что так Нельзя Вот И Он Кается В этом деле И тогда С него Это снимается Вот При этом Человек Имеет Твердо Безоговорочное Желание Изменить Свою жизнь Позитивную Сторону И впредь Не грешить Грех Это Переступление Закона Само слово Означает Пост Пост Сознательный Отказ От всего Что Уредит Человеку В первую очередь Это неправильное Мышление Привычки Черты Характера Дела А потом Уже Чрево Угодие И Наконец Таки Идут Вот такие Интересные Посвящения Что это Такое Человек Должен Быть Посвящен В что-то Для этого Он должен Быть Достоин Этого И Тогда Ему Открывают Какую-то Тайну Тогда Ему Открывают Что-то Такое Чем Бы Он Мог Воспользоваться И Был Б Сильнее Нежели Другие Люди У Больше Возможности Но Эти Возможности Важно Использовать На Благо А Не Во Вред Заговоры Заклинания Ритуал Потом Идут Талисманы Амулеты Обереги Примерно Одно И Тоже С Большими Различиями Настрое Интересная Вещь Настрой Это уже Это уже Более Современная Вещь В ней Очень Плодотворно Поработал Сытин Хорошая Вещь Вещь Действительно Была Очень Мощная Энергетика И Продолжение Из книги Записки Голодающего Ну вот Из всего этого Видите Сделал Вывод Из Своего 41-го года Что надо Лечить Не тело А душу Ну и прочие Рассуждения Ну это все Конечно Было Известно Надо Лечить Не тело А душу Как это все Лечить Вот хотя бы То что В выше Описано Уже как-то Становится Ясно Понимаете Мы Живем в мире И вообще-то И не подозреваем Насколько Он может Мощно Воздействовать На нас И Нам кажется Что Нам все Возможно Все сделали Там Через интернет Кого-то Оскорбили Какую-нибудь Шутку Откололи И все Нормально Все это Записывается Теперь мы знаем То что попало В интернет Будет теперь Болтаться И через 10 Через 20 Через 30 Лет И так далее Эту шутку Вам могут Припомнить Или вот Ваш отзыв Я уже Не говорю О хрониках Акаша По сравнению С интернет С ним Это ерунда Там все Записывается Все наши Мысли Все наши Состояния Все наши Помыслы С каким Мы все Это делаем Его Не обманешь И там Идет Знаете Так это Непрерывная Пленка Только Раз Аааа Вот она Запись Ты тут Вроде говоришь Одно Я тебя люблю А сам Там думаешь О чем Хорыстном Или еще Там Что-то Такое Не совсем Хорошее И вот Против всего Этого Нехорошего В себе Надо Работать Чтобы По крайней мере Ты чувствовал Что Ты сам Через себя Говоришь А Не Через тебя Что-то Прет Такое Что ты Не понимаешь Ты можешь Только ему Поддаться То есть В тебя Уже Вселились Через Твои Черты Характера Через Твои Эмоции Через Твою Глупость Вселилась Сущность И Под Видом Тебя Своем Идет А потом Люди Не поймут Почему Они Вот так Вот Допустим Сели на машину И как Сжиганули По Садовому Кольцу Потом Разбились Руководили Ими Руководили Ими Из-за того Что Они Это все Допустили Руководили 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 Руководили